У меня тема о требованиях переработчиков качества молочного сырья, в том числе с учетом изменений нормативных документов. Я представляю Южный Молочный Союз. Это некоммерческое объединение именно перерабатывающих предприятий. То есть если условно разделить вас, объединить всех под термином производителей молока, то мы ваши клиенты. Если брать наших всех общих клиентов, потребителя, то мы звено в передаче молока от вас к нашим потребителям. Между нами еще есть звено магазины. Вот мы именно переработка. На стадии переработки, на стадии приемки в переработку молока, конечно же, возникают вопросы. Вопросы. Надеюсь, что они всегда идут по самому лучшему сценарию и снимаются вовремя. Вопрос в том, какого качества продукт передается на переработку. Для этого существует нормативное регулирование. Что же такое молоко? Законодательно есть определение молока. На сегодняшний день оно звучит так. Оно все время меняется. И вот сегодня это продукт нормальной физиологической секреции молочных желез сельскохозяйственных животных, полученный от одного или нескольких животных в период лактации при одном и более доении, без каких-либо добавлений к этому продукту или извлечения каких-либо веществ из него. Обращаю внимание на показатели, которые сейчас нормируются. Они тоже все время меняются. И в настоящее время эти показатели законом именно определены как плотность, массовая доля сухих веществ, температура замерзания, что говорит об отсутствии фальсификации, кислотность, что говорит о его свежести, группа чистоты, что говорит о его механическом загрязненности, либо незагрязненности, содержание соматических клеток, что говорит о здоровье животного, которое дало это молоко, и количество мизофильных аэноэробных и факультативных аэноэробных микроорганизмов, так называемых, к МОФАМ, что говорит о санитарии производства. Регулирование осуществляется, обязательные требования прописаны в ТРТС, технический регламент таможенного союза, который действует в настоящее время для пяти государств, входящих в этот таможенный союз. Это ТРТС, так называемый, 21, о безопасности всей плечевой продукции, и ТРТС 033, о безопасности молока и молочной продукции. Так вот, помимо тех показателей, которые там перечислены, еще молоко обязательно должно иметь электронный ветеринарный сопроводительный документ и не должно содержать так называемых фармакологических субстанций. Это в том числе антибиотики, по которым спор идет, это в том числе и пестициды, это в том числе и все вещества, которые относятся к группе ингибирующих веществ. Что же в этом качестве сырья и кто отвечает на сегодняшний день за качество сырья? На сегодняшний день, вы знаете из опыта, из шума всего в прессе, за качество сырья на ферме отвечает, вот слушайте внимательно, директор молочного завода, который выпустил, упаковал продукт и который потом собирает все штрафы и претензии контролирующих органов. Ну, позиция Южного молочного союза такова, и мы ее не раз высказывали. Если директор молочного завода отвечает за качество сырья на ферме, давайте доить коров на заводе. Если же это не так, и в настоящее время законодательство меняется в этой части, вы знаете, что сейчас есть так называемая система Меркурий ветеринарного прослеживания, в которой выдаются ветеринарные сопроводительные документы, в том числе на Мороков-Сырье. Так вот, сейчас в ТРТС-21 хотят внести изменения. Вот то дополнение, 28-ое решение, которое нормировало количество антибиотиков, оно отменено уже, это вы тоже все знаете. Вместо него приложением 5 хотят ввести целый перечень из 70 антибиотиков и еще немножко текста. Так вот, в этом тексте прописано, что первое, обязательно в этом электронном ветеринарном сертификате производитель, тот, кто с фермы на завод отправляет молоко, обязан указывать, какими лекарственными средствами в течение года пользовалось хозяйство. Причем, поскольку вы все тоже помните, что ведь сертификат выдает сейчас государственная ветеринарная служба на молоко, это будет обязанностью государственной ветеринарной службы. Причем, вот эти 70 антибиотиков, они у нас, ну это, конечно, пугает, 70 антибиотиков проверить на молзаводе. И, насколько мы сейчас знаем, редакция, предложенная изменение редакции, которые предложены, они говорят о том, что эти 70 лекарственных фармакологических субстанций будут контролироваться на стадии надзора. Производственный контроль, он по-прежнему по четырем группам антибиотиков остается. При этом, вот вы все знаете, что проще всего проконтролировать, ну есть такие тест-полоски, да, иммуноферментный анализ, но они, эти тест-полоски, сейчас вот бытует мнение, что, во-первых, что это средство измерения, на которое можно опереться и кому-то что-то доказать. Нет, это до сих пор не признано средством измерения. Мы об этом тоже вопрос ставим и надеемся изменить эту систему. Но пока, когда приходит Россельхознадзор, его не интересует, сколько вы тестов провели, его интересуют собственные исследования, которые они проводят чаще всего методом газо-жидкостной хроматографии, а это научный, очень точный метод, который ничего общего к этому инуноферментному анализу не имеет. Отсюда есть на рынке разные тест-полоски, тест-системы. Привычно, и мы долгое время на это ориентировались, что тест-системы европейского производства, они надежнее и так далее, но они и дороже. А сейчас на рынке много других производителей, там китайские, там другие, американские, пообщавшись с учеными, они нам порекомендовали смотреть не на цену и там престижность марки, а на наличие так называемых документов о валидации. То есть, если научно-исследовательский институт написал, что эти тест-системы определяют наличие или отсутствие антибиотика, для вас задача будет решена. Вы будете знать, есть там антибиотик молоки или нет. А значит, если разница только в цене, да, шариков и кубиков, то зачем платить больше? Я вам рекомендую делать то, что вам выгоднее, а не то, к чему все привыкли. Кстати, ГОСТ, на который ссылаются производители европейских тест-систем, у меня вот я взял этот ГОСТ с собой, показать вам, вот он. И к нему я взял еще вот такое вот письмо распечатал антимонопольной службы, где написано, что раз в ГОСТе присутствуют определенные, вполне конкретные производители, вы элементарно там на грани нарушений преступления действуете. Быстро отмените этот ГОСТ. Но это задача для науки, которая этот ГОСТ предложила. Сейчас вот будем с ним работать. Но это незаконно. То есть, если задачу можно решить за меньшие деньги, надо ее решать. Есть у нас большие изменения в плане молока с введением новых правил по лейкозу. Резервация и так далее. Сложно, запутанно написано для директора молочного завода. И поэтому, когда нам задают вопрос, а что же нам делать с молоком, так сказать, от лейкозных стад, от лейкозных коров, я им объясняю. У нас есть специально обученный человек, который выдает видсертификат. Вот что там в этом видсертификате будет написано, то и делайте. Поэтому не морочьте голову ни себе, ни людям, ждите видсертификата. Молоко допущено в переработку, значит, вы его перерабатываете. Не допущено и не перерабатываете. Для общего понимания, вот это вот лейкоз, не лейкоз, там есть очень тонкая грань. Животные зараженные, животные больные. Так вот, как пример, мы на, ну, так вот, от 70 до 90 процентов, по разным оценкам, мы, люди, заражены туберкулезом. То есть внутри каждого сидит вот эта микобактерия. Но далеко не все из нас являются больными туберкулезом, да? Примерно тоже и у животных, зараженных лейкозом и больными лейкозом. Не каждое животное, имеющее внутри вирус, оно разовьется, этот вирус у него в болезнь. Поэтому и молоко от вот этих вот зараженных лейкозом животных, оно, там тоже оценка есть, и оно, много идет споров, но я придерживаюсь все-таки позиции, которую ветеринары и придерживаются официально, потому что я и сам ветеринар, что оно безопасно. А уже вот от больных животных, их вообще в стадии не должно быть, от них нужно избавляться. Но я, опять же, придерживаюсь позиции, что нужно сделать все, чтобы в итоге и зараженных не осталось. Чтобы вообще снять эту заразу и забыть о ней. И вопросов больше нет. Поэтому методы и способы оздоровления у каждого свои, в зависимости от степени заражения. Молоко используем так, как в ветеринарной сертификате написано. Показатели ветеринарной экспертизы молока. Условия выдачи ветеринарной сертификата, проведение его ветеринарной экспертизы. Несколько лет мы жили, когда ветеринарной сертификаты надо было выдавать, а правилами ветеринарной экспертизы не было. Наконец-то их утвердили. Так вот, теперь по правилам ветеринарной экспертизы молоко оценивают. По органолептике, кислотности, плотности, механической загрязненности, влажности, сухому остатку. Ну, увидите весь перечень. Это делают ветеринары, прежде чем выдать электронную ветеринарную сертификатуру. Должны делать. Понимаем, что ситуация развивается как? Дойка чаще всего заканчивается рано утром или поздно вечером. И все одномоментно обращаются к единственному ветеринару на какой-то области. И он думает, а куда же бежать, да? Делать ветеринарную экспертизу, а еще и осмотреть транспорт. Ну и чаще всего, конечно, получается, как получается. Но надеемся, что когда-нибудь что-то может быть и изменится. В том числе и вот в этой системе, которая заведомо уже ошибку закладывает. То есть человек, чтобы не делал, он все равно не сделает того, что положено. Или сделает, но тогда это никому не понравится. Ну и, конечно, помимо вот этого Меркурия, сейчас у нас вводится электронная ветеринарная сертификация. Это уже наша боль. Но вы должны о ней знать, что пока эта электронная ветеринарная сертификация, она не работает. И никаких плюсов от нее мы еще не увидим долго. Потому что вся система заработает в 2023 году, когда будет агрегация на кассе. То есть вот этот маркированный упакованный продукт будет считываться на кассе. Эти сведения будут уходить в общую систему. И тогда общая система будет гасить вот эти QR-коды. Пока это просто обязанность, которую ты должен выполнить. Но чтобы выполнить эту обязанность, ты должен заплатить деньги за каждый QR-код. Вот пока только к этому сведено. То есть QR-коды выдаются, производители их наносят. Вся продукция начнет маркироваться с декабря месяца. У крупных предприятий, у фермерских, хозяйств и кооперативов она начнет маркироваться с сентября следующего года. А агрегация наступит с декабря 2022 года. Это вот чтобы вы запомнили хронологию событий. Ну и спасибо за внимание. Любые вопросы и по лейкозу, и по качеству молока, и по взаимодействию с нашими заводами. И если они, кстати, вас обижают тоже. Милости просим. Все поможем во всем, поучаствуем. Наш интерес, чтобы у всех все было хорошо. И это передаточное звено работало как можно дольше и никогда не давало сбоев. Спасибо. Константин Васильевич представляет организацию, объединяющую все крупнейшие заводы не только Краснодарского края, но и Юга России. Да, 21 завод. И Кореновка здесь, и Калория здесь, и Ленинградский. Все заводы здесь интересы и представляет Константин Васильевич. Поэтому не мог бы интерес у нас особо быть. Александр Васильевич, вопросов много. Ростовская область затронула такая проблема. Вышло письмо Росельхознадзора о том, что вбивать в систему Меркурий данные о собранных партиях молока могут только ветврачи. Как у вас в регионе с этим? А это не в регионе. Это требование именно инструкции по выдаче ветеринарных сопроводительных документов. Там есть уровни градации. То, что это должны быть ветврачи, это еще не все объяснение. Вот именно на молоко сырье это имеет право делать только аттестованные ветеринарные врачи, относящиеся к государственным ветеринарным учреждениям. Если это другая продукция, например, колбасные изделия или мясо, прошедшее ветеринарную экспертизу в виде полуфабрикатов и так далее, там могут делать аттестованные ветеринарные врачи предприятия. В молочной отрасли такого нет. У нас есть еще следующая ступень. Это когда уже непосредственно с предприятий могут выпускать готовую продукцию просто специалисты любые. Там тракторист, машинист или просто оператор РВМ, бухгалтер, который прошел обучение в системе Меркурия и допущен. То есть у него есть фамилия и имущество, которое вбито в Меркурии. Если что-то он там неправильно сделал, он за это ответит, в том числе и перед законом. Но молоко сырье это только ветврачи государственных ветеринарных служб. Это так и есть. У вас такое было, что молокосборщики сами вбивали информацию? Или у вас сразу все правильно работало? Ну я не могу за весь край отвечать, но такого быть не должно. Законно. Константин Васильевич, правила полейхоза уступят в силу в следующем году. Вы ожидаете изменения объема молока, которое поступает на молокоперерабатывающие предприятия или нет? Изменения объема молока не постоянно происходят. В частности, пока у нас в Краснодарском крае идет рост объемов производства молока. Кстати, вот интересная статистика, если кому интересно, несколько цифр буквально. У нас сейчас в крае в год примерно полтора миллиона тонн молока производится. Из них примерно 900 тысяч тонн молока перерабатываются молокоперерабатывающими предприятиями Краснодарского края. Остальные 600 тысяч, они разъезжаются по соседним субъектам Российской Федерации. Почему? Потому что в нашу сырьевую зону входит Адыгея, у которой нет своего поголовья, Крым, Ставрополь, Ростов, Карачаево-Черкесия. Эта же продукция, вы видите на полках, возвращается к нам конкурировать с нашей продукцией произведенной. Но наши предприятия Краснодарского края, они могли бы переработать мощности, созданные и обслуживаются, на 2,5 миллиона тонн. Почему они только 900 тысяч тонн перерабатывают из полутора миллионов имеющихся? Ну, просто потому что некуда продать, все занято. Спрос маленький на молоко, да? Конечно, мы видим там, как его продвинуть этот спрос. Это нужно весь вымести фальсификат с санаториев, с общепитов, ну, в том числе, которые государственные муниципальные закупки, там и детские сады, и школы, и больницы. Это же тоже общепиты. И вот тогда туда молоко натуральное пойдет. Вот от Павла Николаевича, нет, туда ушел. Я слышал положительный отзыв системы Меркурий, в частности, что молоко натуральное, пользоваться спросом больше начало. Ну, и мы, в принципе, этому рады. Значит, все вот эти усилия, затраты и мучения, которые отрасль прошла, они уже не напрасны. И дай Бог, чтобы это все работало именно в интересах отрасли. Александр Васильевич, ну, еще вопрос актуальный для всех, кто производит молоко. Что будет с ценой? Потому что у вас, у вашего отряда переработчиков тоже затраты растут, в том числе на внедрение маркировки. Сможете ли вы поднять цену? Или пока нет предпосылок? Предпосылок? Закупочный, да, закупочный. Ну, а закупочная цена, она и так растет. Предпосылки к поднятию цен в целом есть. И корреляция примерно такая. Как только поднимается цена для потребителя на полке, спрос на молоко снижается. И, соответственно, если это было резкое поднятие цен, то резко начинают накапливаться товарные запасы. И, опять же, резко обесценивается молоко, которое поставляется на предприятие для переработки. Такое уже было, помните, конец 2017, начало 2018 года, где, в том числе и я, на совещании был вынужден оправдываться перед губернатором, защищать всю отрасль, и как раз ему говорить вот об этих вот вопросах, что молоко можно продвинуть, и цена вырастет, но только если освободить для него место. На полке оно не продается, потому что там уже слишком дорого. Да и цены на полке предприятие переработчик сильно регулировать не может. Вот из него выжимают всякие там опции по типу, там, давайте проведем акцию и в полцены продадим молоко, да, но ему это невыгодно, и он делает это только сильно вынужденно. А вот самостоятельно сказать, что мое молоко будет продаваться вот по такой цене, а вы мне дадите столько, этого не получается. Или так, или так. Или пусть оно стоит по такой цене, тогда сети говорят, тогда мы тебе будем платить не больше вот такого-то. Или если предприятие говорит, давайте вы мне будете платить вот столько, ну хорошо, тогда посмотрим, что будет с твоей продукцией. Будем ли мы у тебя ее заказывать, потому что ее не купят. Ну, кстати, молока по лейкозу, да, риск снижения есть, но мы надеемся, что грамотными действиями государства, если они наступят, если компенсация будет за вот этот скот выбывающий, и крестьяне смогут поставить взамен выбывшего новый скот, то вот этого резкого не произойдет скачка. Если же нет, то, ну, посмотрим. А вопрос, можно задавайте? Да, пожалуйста, задавайте. Вообще, у меня два вопроса. Давайте я даже знаю. Вы начинали, наверное, с, например, по поводу мегатоксин. То есть я знаю, что в Европе, в Америке осуществляется контроль по мегатоксинам, а в частности, взятых причинками на лагере. То есть каждая партия сажарилась, и так же, как у нас, на антибиотике, и так далее. Много, я знаю, осуждений у нас уже было, то есть, да, по данным вопросам, но что сейчас, на сегодняшний день происходит, и вообще, какие-то тенденции к тому, что у нас тоже этот контроль будет, и он будет в техническом механизме. Ну, вообще, этот контроль, он и так есть, при сертификации продукции, на продукцию детского питания, по-моему, он есть, и на экспорт. Это вот как минимум те обязательные контроли, которые есть. Ну, и в порядке надзора. То есть мегатоксина в молоке быть не должно. Просто он не входит в программу производственного контроля. Ну, вообще, все контроли, которые вводятся, это дополнительная нагрузка, чтобы вы понимали. Вот пока в данном аспекте, который мы рассматриваем, поднять цену на молоко-сырье закупочную, у предприятия должна быть возможность и интерес. Вот молоко-сырье, оно плюс-минус от 30 до 40% себестоимости готовой молочной продукции занимает. Всего-навсего, да? Казалось бы, молоко из молока делается, и должно быть в основном там цена молока. Нет, там цена как раз микотоксинов, антибиотиков, меркурия, маркировки. Я вот сейчас, ну, это вот в плане ответа на метокотоксины, мне больше добавить нечего. Если как контролировать, у нас есть и методики, и средства контроля. И вот Дмитрий Павлович, это руководитель нашего Южный молочный союз, является учредителем ООО «Кубань-молоко», стопроцентным. И ООО «Кубань-молоко», оно как раз и собирает заявки с предприятий по потребностям и обеспечивает их, в том числе, там, лабораторным оборудованием, посудой, средствами контроля качества молока и так далее. У нас есть по этому вопросу предложение. Но вот я что хотел сказать. Труды Ленина сейчас изучаю. Он клеймил капитализм за его, ну, вот эту вот эксплуатацию трудящихся и приводил в пример, что крестьянин от своего дохода должен на разные налоги и подати отдавать больше, чем 7,1% своего дохода в год. Проклятые капиталисты, да? А мы сейчас вот этими неналоговыми всякими там платежами и всем 30% вам, да? Остальные 70% на то, чтобы покрыть затраты. В том числе на простаивающее оборудование, в том числе на всех, ну, там, хотелки государства, на платные дороги, на платоны, там, ими такая токсина. И надеюсь, что этого контроля не будет в том объеме, в котором он должен быть. Просто не должно быть этого микотоксина. Там, корма нормальные будут, и все будет нормально. Не должно быть, потому что показывает правительство, что вы не говорите. И я показала второй вопрос, это относительно претендикации. Вы уже немножко говорили об этом, но мне показалось узнать, вот нам, как потребителям, простым людям, как можно в условиях, я не знаю, там, домашних условиях, может быть, понять, что все-таки выкупили про силикат. Потому что, знаете, порой происходит следующее, допустим, там, бел молоко, оно там где-то зазрял в холодильнике, проходит там недели, не десять. Оно не истинит, как это было там раньше, да, когда там молочные кислые бактерии работали. Оно просто становится каким-то, знаете, непонятной консистенцией, войки. То есть, вот у меня вопрос, да, что это, на самом деле? Вот здесь в вашем вопросе такой пласт вопросов, что я боюсь, что вот до пяти у нас, да, я только отвечаю на этот вопрос, и то во времени не уложусь. То есть, первое, как понять, что вы купили фальсификат? Ну, очевидно, самый простой способ – органолептика. То есть, если природа так распорядилась, если вам продукт не нравится, скорее всего, он не полезен вам и не нужен. Если вам он полезен и нужен, он, скорее всего, вам понравится. Но природа так заложила органы чувств для того, чтобы ориентироваться на них. Почему молоко не киснет? Нет, потому что оно абсолютно стерильно. И если домашнее молоко или молоко с фермы до пастеризации, оно получается из живого животного, в имени которого живут живые микробы, которые называются молочно-кислые бактерии, то после того, как их убили, и в нем ничего не осталось, дома в холодильнике у вас живут совсем другие бактерии, которые перепрыгивают туда с колбасы, с мяса, с картошки грязной, с масла, что горечь молоку придает. И вот они и там начинают оперировать вашим молоком. Но они это делают медленно, и поэтому оно долго не киснет. Бросьте туда кусочек хлеба или ложку сметаны, и все пойдет как положено. Должно пойти, если это молоко. Но если это фальсификат, я уже сказал, что самый лучший способ больше его никогда не покупать. Вообще у нас бренды, они же ведь очень сейчас дорого стоят. И вряд ли там кто-то, кто на создание бренда затратил очень много денег, будет рисковать своим брендом, если только он не пошел в разнос. Уже там предприятие ко дну пошло, тогда могут. А так чаще всего даже по линейкам качества разделяют. Вот думаете, зачем у транснационалов так много разных картинок? Именно потому, что там разного качества, для разных уровней дохода продукт. Там премиальный, там похуже, там похуже. Но он стоит по-разному и никогда не пересекается и не ассоциируется друг с другом. Покупая там обычно марку, на которой написано имя производителя, вы можете четко понимать, что вот этим именем он точно никогда не рискнет. А если там какая-нибудь уже картинка из мультика, ну, может быть, там уже что-то и попроще. Но это тоже не фальсификат. Я вам авторитетно заявлю, что фальсификата на молочной полке, ну, если не совсем нет, то его там очень мало. Потому что и мы тоже мониторили, и мы с этим сталкивались. Весь фальсификат сейчас там, где его невозможно проверить. В государственных закупках и в общественном питании. Ну, и на предприятиях, которые используют молочную продукцию в качестве ингредиента. Попробуйте проверить в ватрушке или в варенике творог или адыгейский сыр, или не творог. Ну, попробуйте проверить. Нет таких методов. Потому что там уже смешалось с растительным сырьем. Очистить его обратно, то есть прокрутить обратно колбасу в свинью не получится. Поэтому они это понимают и вопрос, что же у нас в пицце, сыр, не сыр, да? И когда же там будет сыр? Но и над этим мы тоже работаем. Но медленно, конечно. Но вот то, что на полке, если вам не понравилось, больше не покупайте. Идите к другому, и вы поддерживаете натурального, нормального, хорошего. Оно должно быть как минимум вкусно. Асадин Васильевич, еще вопрос. От фермеров иногда слышу, цена закупочная на молоко падает, потому что Россия везла много сухого молока из-за границы. Какова ваша позиция? Можно ли ограничить им сухого молока, например, помочь нашим производителям молоком? Ну, для того таможенное регулирование и существует, чтобы помогать, либо не помогать. Это регулирование, да? Пошлины заградительные и так далее. И, ну, во-первых, если вот, почему именно сухого молока, а не просто молочных продуктов, да, готовых. Можно же ввести много сыра, и тогда он не будет продаваться, и опять этот весь механизм включится. Сухое молоко, это такое же молоко, если оно нормальное, да? А вот кризис именно 17-18 года, когда зимой неожиданно для всех молоко подешевело настолько, что его стало невыгодно производить, он и был связан как раз с одномоментным сочетанием многих факторов. Тогда и цена выросла, доллар, помните, тогда скакнул, да? Тогда и вот это сухое молоко как раз из Белоруссии поступило. И тогда и запасы товарные на складах превысили все нормы. А переработчику тоже запасы опасно создавать. Это сыр может лежать долго относительно, а ни творог, ни молоко пастеризованное, ни масло, оно не может лежать бесконечно. Да и торговая сеть, она заинтересована, чтобы купить товар как можно свежее уже, залежалый товар никому не нужен. И это тоже ущерб переработчикам, сокращает закупки. Ну вспомните, 16 рублей за литр, весь этот ужас, помните, да? 17-18 год. Можно, но осторожно, я бы и не стал злоупотреблять со стороны государства этим механизмом.